Перейдем непосредственно к нашей презентации сегодняшней. Темой вебинара будет обзор программного продукта Aviva Mobile Operator Round, раундс, ранее известный как IntelliTrack. В этом году компания Aviva провела ребрендинг своих программных продуктов и некоторые из них поменяли название. То есть ранее известный программный продукт IntelliTrack, он какое-то время назывался просто Mobile Operator Round, с начала этого года он будет называться уже Aviva Mobile Operator Round. То есть если вы будете обращаться за какой-то информацией на наш веб-сайт, либо на веб-сайт вендора компании Aviva, то уже можете ориентироваться на это название. Сегодня вкратце я расскажу вообще для чего используется этот программный продукт, для каких решений, для каких систем. Во-первых, Mobile Operator Round по-английски это означает фактически это программное обеспечение, которое сопровождает ежедневную работу мобильных обходчиков. Во-первых, какие задачи ставятся перед мобильными обходчиками? Это могут быть различные регулярные инспекции оборудования процессов, то есть там, где нет обвязки каким-то сложным контрольно-измерительным прибором, и специалист, мобильный обходчик, мобильный персонал, выходит из вручном режиме, снимает какие-то показания, их регистрирует. На основе какого-то расписания, которого является частью бизнес-процесса технического обслуживания на предприятии. Это могут быть как замеры, связанные с безопасностью охраны окружающей среды, то есть это различные заборы содержания различных газов, пыли, влаги и так далее, в различных производственных участках. Это могут быть также мобильные замеры вибрации на каком-то оборудовании, которое не обвязано, но которое требуется также осуществлять мониторинг состоянием. Это также очень удобный инструмент для сопровождения персонала, который не имеет еще достаточного опыта в процессе работы. То есть о чем идет речь? Идет о том речь, что когда только нанят и не полученный сотрудник, выходит, так сказать, в поля, ему требуется какая-то подсказка. И в данном случае мобильное решение является таким как бы шпаргалкой, которая при, по мере того, как человек подходит к необходимому объекту, на котором ему нужно провести какие-то операции, он уже видит на мобильном устройстве список операций, те действия, которые нужно провести. То есть система как бы подсказывает специалисту, мобильному обходчику, какого рода работы необходимо провести. И в то же время контролирует выполнение этих работ. То есть система позволяет регистрировать приближение к определенному агрегату, либо записывать географическую метку, да, в зависимости от того, где находится специалист этот. Вот. Далее эта система также позволяет осуществлять сбор различных данных и передавать информацию как бы из полевых, скажем, объектов на какой-то центр управления. Например, если специалист, обходчик пришел на объект, увидел какую-то неполадку, то с помощью мобильного этого устройства, этой системы он может сделать какой-то замер, либо фиксацию там видео, фото и так далее, и сформировать сообщение таким образом для передачи на диспетчерский пункт, где уже специалисты, там, другие, какие-то руководители могут принять решение о, например, проведении какой-то там мероприятия, каких-то ремонтных работ дополнительных. То есть в этом плане такого рода решения, они являются очень полезны, позволяют повысить эффективность работы персонала мобильного и как бы более повысить адекватность и надежность собираемых данных. То есть человек не записывает на бумажке, он сразу все регистрирует. Ну, примеры процедур далее, там, какого рода, более подробно на следующих двух слайдах будет представлено. Ну, как я уже говорила, это проверки безопасности различные, процедура останова запуска производства, если необходимо соблюсти, это, например, насосное оборудование, если какие-то распределенные насосные станции стоят, и если произошла какая-то неполадка, и нужно сопроводить, например, в ручном режиме запустить насосы, да, непосредственно проконтролировать, что они нам нормально работают, и соблюдены все требования безопасности. Вот. Далее, это различные процедуры техобслуживания, то есть это осмотры, замеры, все, что требуется в соответствии с теми процедурами, с теми бизнес-процессами, которые приняты на предприятии. Далее, это управление складом. То есть такое мобильное устройство позволяет также существенно автоматизировать и сопровождать все операции на складах. То есть всегда в кармане специалиста. Это мобильное устройство, которое может считывать штрих-кода, RFD-метки, то есть для того, чтобы отслеживать перемещение какого-то оборудования, либо материалов для того, чтобы в реальном времени понимать, что происходит на объекте. Далее, сопровождение обучения операторов, как я уже сказала. Например, человеку не обязательно наизусть знать все последовательности всех действий, которые он должен выполнять. В мобильном устройстве система ему всегда подсказывает, какой следующий шаг нужно предпринять и удостоверяется о том, что он действительно это сделал. Следующее применение – это отслеживание использования горючего на каких-то объектах, в зависимости от того, какие у них бизнес-процессы. Это вот программный технический комплекс может быть также использован. Мониторинг использования природных ресурсов, то есть это все, что связано с экологическими требованиями. Мониторинг арендованного оборудования, проведение различных инспекций. Далее, наиболее широкое применение и причина, почему используется такого рода мобильное устройство и система на этих мобильных устройствах – это сбор данных на любых объектах, которые не оснащены стационарными средствами, которые неизмерительны. То есть всегда специалист может, например, на еженедельной основе осуществлять осмотр и замеры, например, вибрации в тех агрегатах, например, двигателях, на которые этим просто не оснащены. То есть бывают такие небольшие предприятия, на которых большое количество двигателей – это и системы вентиляции, и насосного оборудования различного. И зачастую, если на предприятии сдано под ключ, оно не всегда оснащено требуемым для более лучшего технического обслуживания, контроль состояния агрегатов, вы датчиками для того, чтобы можно было понять. И на таких предприятиях разрабатывают специальные практики, то есть на регулярной основе, ну, как правило, я видела, что раз в неделю ходит обходчик, и он должен обойти все вот эти двигатели, во всех замерить температуру и вибрацию ручным измерителем. Далее, ну, экологический контроль, как я говорила, тоже в зависимости от того, для каких предприятий это актуально, проверка различных пожарных насосов, оборудования, огнетушителей, контрольные листы по проверкам безопасности, собор также лабораторных образцов. То есть, если он собирается где-то в поле, можно зафиксировать, с какого объекта был собран этот образец, ему можно присвоить определенный ID, да, ну, и в дальнейшем эта информация не будет потеряна. Далее. Вообще, зачем нужен такой контроль процедур онлайн? То есть, зачем конкретно знать, что именно человек делает на объекте, да, в какой момент, и когда он записывает данные. Ну, во-первых, стандартизация выполнения процедур, оно позволяет выработать, так называемые, лучшие практики. То есть, процедура, она представляет собой определенную последовательность действий, расписанных детально, что должно быть сделано, и определенное расчетное время закладывается в эту процедуру. Это делается для того, чтобы при формировании заданий, суточных заданий каждому специалисту, обходчику, можно было распределить все эти задачи между доступным персоналом, доступными людьми. То есть, например, формируется план график обходов, то есть необходимость обхода, формируется перечень оборудования, которое нужно посетить, да, и отметить каким-то образом. Соответственно, строить расписание с учетом того, что человеку нужно обойти все эти объекты и выполнить какие-то операции. Такой точный подход, он позволяет более четко сформировать расписание работы, да, и повысить исполняемость тех процедур, которые изначально закладывались. То есть, вы всегда знаете, где какой у вас специалист находится, что он в этот момент делает, делает, и система регистрирует буквально каждый его шаг, каждое его действие. Далее сбор автоматически в цифровом виде всех данных позволяет уже автоматически формировать отчетность. Во-первых, отчетность по работе этих обходчиков. То есть, еще раз, вы знаете, где ваш персонал, что он делает, какие данные собирает, сколько времени он затрачивает на выполнение своих обязанностей. Следующий момент – это сбор данных. Мы знаем о том, что ручной сбор данных – это сбор ошибок. Человек может ошибиться, когда он переписывает данные, перепечатывает. Если это на регулярной основе особенно проходит, возможно, это он устал, либо как-то просто ошибся, был невнимателен. Цифровой сбор данных, он как бы лишает вот это участие влияния человеческого фактора и позволяет более точно собирать данные. То есть, никто на бумажку уже не записывает. Все данные всех скипа можно считать как бы при поднесении мобильного устройства к соответствующему объекту. Далее. Все эти процедуры, они позволяют расписать все сценарии, все действия персонала. То есть, ему не нужно принимать самостоятельное решение. Это решение уже заложено в системе. Ему просто нужно выбрать нужный вариант действий и, собственно, выполнить их. На многих предприятиях тоже все эти процедуры ведутся в бумажной форме. То есть, на абсолютно всех объектах существуют определенные технические регламенты. Эти регламенты расписаны. Но одно дело, что они как бы расписаны существой. Другое дело, что они не всегда исполняются, так как они должны исполняться. Поэтому, как бы, для повышения техники безопасности, для повышения, как бы, качества собираемых данных, для формирования отчетности в цифровом виде, нужна какая-то система, которая бы сопровождала вот работу, как бы, мобильных специалистов, мобильных обходчиков. Ну, далее. Что же из себя представляет Aviva Mobile Operator Rounds? Да. Оно представляет из себя несколько приложений, которые разделяют, как бы, функционал. Ну, первое, это процедур, процедур-билдер, да, это конфигуратор процедур. Это интерфейс, который позволяет самостоятельно сдавать процедуры. То есть, например, у вас есть какой-то технический регламент, в котором описаны действия, которые должны выполнять специалисты, мобильные обходчики. Вы этот документ здесь описываете в виде набора действий, как я уже говорила, да, забудется параметр, который необходимо там считать, вести, рассчитывается время, соответственно, да, замеряется первый раз. Ну, и таким образом формируется процедура. Эта процедура может являться таким стандартом и тиражироваться на различные объекты. То есть, как правило, основная идея процедуры – это зафиксировать выполнение каких-то повторяющихся действий, а затем их использовать уже как какую-то лучшую практику, да, уже отработанную такую какую-то схему действий. Следующие программные приложения в составе Aviva Mobile Operator Rounds – это Shadow Manager. Shadow Manager – это программный компонент, который позволяет спланировать и сбалансировать работы. То есть здесь речь идет о том, что у вас, например, есть несколько процедур, у вас есть какое-то энное количество персонала доступное, например, пять человек на этой неделе работает. Соответственно, вы строите план-график выполнения вот этих обходов, то есть с учетом времени, доступности этих специалистов. И на основе этого план-графика каждому специалисту, мобильному обходчику формируется задание на каждый день. То есть последовательность процедур, которые он должен выполнить, внутри последовательности процедур, внутри процедуры каждой, есть последовательность задач, которая есть. И человеку не нужно думать, как ему проще, быстрее выполнить его работу. Он просто берет вот это вот задание и четко по нему идет. Оно уже просчитано и оптимизировано для него. Далее, после выполнения всех процессов и процедур, эти все данные поступают как бы на сервер и анализируют. Можно создать аудит выполнения процессов и процедур. Здесь речь идет о том, что, например, если вы закладывали на какое-то действие осмотр и сбор данных, например, 15 минут, а по факту вы видите, что ни один обходчик не выполнил эту задачу в отведенное время. То есть, ну, скажем так, например, это может быть зима, и человек, когда окойдет, ему нужно там снять варежки, сделать замер, там зачистить от снега, там или какой-то наледи, вот потом одеть варежки, потом вбить это все в комментарий какой-то, если необходимо, то есть больше времени просто на это затрачивается. Соответственно, такого рода корректировки как бы требуются, различные корректировки, естественно, нужно будет вводить в процедуру, но проанализировать исполняемость можно вот как раз в аудиторе Плюс. Далее. Веб-отчеты – это стандартное средство формирования отчетов и рассылка их по электронной почте. То есть для того, чтобы, например, в группе обходчиков сформировать отчет по результатам работы, например, за неделю, вы можете это сделать автоматически, есть средства. Ну и далее само мобильное приложение, Mobile Workstation, TeleTrack – это то, что устанавливается на мобильном устройстве. Этот программный компонент, он совместим с любой операционной системой. Это может быть и Apple, и Android, и Windows Mobile в зависимости от устройства. При этом нет четкой привязки к устройству. Устройство можно использовать абсолютно любое, даже ваш персональный телефон, если вы хотите его использовать. Но, как правило, на объектах, на промышленных объектах используются специальные мобильные устройства. Это могут быть планшеты, так и смартфоны промышленного исполнения. То есть они уже защищенные, они уже противоударные. И на рынке на сегодняшний день существует масса такого рода приборов, и их можно выбрать в зависимости от тех требований, которые вы предъявляете. И по цене, соответственно, они довольно демократичны. Следующее – это дополнительные периферии устройства. То есть когда вы используете мобильные устройства, у вас есть там на борту ряд средств коммуникации с полевыми устройствами, которые могут быть связаны для того, чтобы передавать автоматические данные. Ну, первое – это измерители температуры. То есть в данном случае вы просто наводите и считываете температуру, и она автоматически передается в мобильное устройство, в тот параметр, в то окошко, которое необходимо измерить и зафиксировать. И оператор просто замерил, данные передались, он ничего не переписывает, он ничего не корректирует, время тратит минимально, ну и, соответственно, погрешность, ошибки записи, перезаписи отсутствуют. Ну, измерители температуры, далее виброметры, различных конфигураций. В данном случае нет четкого какого-то ограничения, с какими устройствами металлотрак работает, с какими нет. То есть это любое промышленное оборудование, которое поддерживает все существующие стандарты промышленной коммуникации. Ну, следующий слайд, это как раз показывает пример процедуры обхода. То есть здесь мы видим, надеюсь, вам на экране хорошо видно, да, вот обход компрессорных установок, то есть цех номер 5. Мы видим, что в цеху находится 11 турбокомпрессоров, и для каждого компрессора существует определенная перечень сигналов, которые нужно зарегистрировать. Ну, и дополнительно даже там указаны вставочки, то есть осуществляется контроль ввода данных. Вы видите, что, например, там температура подшипника должна быть в определенном интервале. То есть это автоматически тоже позволяет отсеять те значения, которые могут быть введены ошибочно. Вот, и, например, создали для одного турбокомпрессора перечень параметров, которые необходимо зарегистрировать и зафиксировать в приложении мобильного обходчика. Ну, и далее при создании процедуры просто для одного компрессора вот эта процедурка, она копируется и применяется, просто переименовывается для всех остальных компрессоров, потому что подход тот же самый. Ну, то есть таким образом можно довольно быстро накидать большое количество процедур, то есть применить, например, эту процедуру к цеху номер 6, номер 7 и так далее. То есть отработали на одном каком-то объекте, далее это все тиражируется. Так, ну, следующее. Необходимо также отметить, что сама система по себе, она обладает таким функционалом, как сбор данных, в том числе и оффлайн. То есть одним из ключевых таких преимуществ является то, что, например, у вас часто бывает требуется обход и сбор данных по какому-то объекту, в котором нет доступа, например, какого-то Wi-Fi, либо мобильного интернета, да. То есть мобильным устройством вы напрямую не можете передать в реальном времени данные. То есть система это тоже отрабатывает. Например, мобильный обходчик бывает в цеху, то есть перекрытие металлическое, они создают помехи для передачи сигналов и фактически связи нет с мобильным устройством, мобильным устройством с сервером. Поэтому данные оператор может, мобильный обходчик может также собирать, фиксируется временная метка этого выполнения этих операций. Ну и затем в дальнейшем, как только он попадает в зону действия либо сети, либо мобильного интернета, данные автоматически отправляются как бы на сервер мобильного обходчика, да, и регистрируются, там ложатся базу таким образом, чтобы не наносить и нарушалась последовательность выполнения всех действий. То есть данные не теряются, вручную их оконкопировать не нужно. Все это происходит автоматически в фоновом режиме, то есть никаких проблем с этим нет. так, ну, кроме того, надо отметить, что тоже эта система, она не является чем-то таким изолированным на предприятии, она может интегрироваться с различными системами, как и технического обслуживания ремонта, то есть, например, формирование заявки на проведение какого-то ремонта. То есть если обходчик выявил какую-то неполадку, он может создать заявку, и она автоматически улетит уже в систему ТАИР, и там будет рассмотрено. Кроме того, все вот эти вот осмотры, вся эта информация может передаваться в том числе, например, в систему САП, есть специальные интеграторы, то есть, так скажем, интерфейсы, да, которые позволяют бесшовно интегрировать систему мобильного обходчика, да, с другими системами на предприятии связанными. Так, ну, по поводу наблюдения и измерений, да, здесь на этом складе как раз представлен примерчик скриншота, там, как бы того, что может видеть оператор. То есть здесь как раз можно, вы видите, что есть какой-то перечень вопросов, да, на которые просто оператор при осмотре должен выбрать ответ. То есть он не просто выполняет какие-то действия, не просто вбивает какую-то информацию, а конкретно уже из предлагаемых вариантов выбирает тот, что он наблюдает. Вот, и здесь уже операторы, скажем так, справочники, которые помогают заполнять данные. Так, ну, когда оператор выходит на работу, он видит, включает листы процедур, которые уже спланированы, отфильтрованы, вот, либо там потребования какие-то сформированы. Далее в каждом листе процедур есть перечень задач для исполнения, вот, есть средства ввода данных, это виральная карбиатура, либо ручной ввод данных какой-то возможен, либо с периферийных устройств. То есть в зависимости от того, что доступно оператору, все это вот туда сводится. Ну, далее, хотела бы более подробно остановиться на технологии REFIT, это технологии радиочастотных меток, как бы, это такие небольшие устройства, которые записываются определенные информации, которые крепятся на какой-то объект, и, соответственно, каким-то образом его, скажем, определенным образом его обозначают. То есть это небольшое устройство, оно включает в себя микрочип, в котором можно читать и записывать какие-то данные, то есть мобильный компьютер, то есть просто подключившись к нему. Вот, ну, это универсальный формат тега, пассивная технология, то есть это устройство небольшое, да, оно работает там 10 лет, и, как правило, изготавливается из такого прочного корпуса, который позволяет выдержать там, там, условия эксплуатации, пыль, грязь, влага, агрессивные среды, там, и так далее. Ну, вот здесь вот на картинке представлено, правда, картинка очень старая, но тем не менее, то есть на какой-то там насос, например, да, прикреплена эта REFIT-метка, ну, которая внесет в себя информацию об инвентарном номере агрегата, какое-то описание, что же это за агрегат, ну, далее, последний раз, когда он был в техническом обслуживании, там, ну, и так далее, какая-то, зовут-изготовитель, там, именование в модели. То есть вот эта информация, она записана вот в этом микрочипе, этой метке. Далее, когда оператор в мобильный входчик приходит, то он с мобильным устройством автоматически ловит эти REFIT-метки, данные из них читываются, и это автоматически подтверждает то, что, ну, в данном, например, случае, что человек подошел к этому объекту. Далее, следующие сигналы, которые он будет регистрировать, да, например, с мобильных каких-то устройств, там, замеры температуры, они относятся к этому агрегату. То есть это очень такая улыбная и хорошо себя зарекомендовавшая в течение многих лет технология, которая позволяет как бы технически дополнить программно-технический комплекс мобильного обходчика. Как бы использовать, не использовать, то есть, ну, например, при рассмотрении каких-то возможных пилотов на предприятии, да, с использованием авиамо-мобайл-оперейт-раунд, нужно отметить, что должна быть какая-то система, которая бы позволила четко определить, что специалист, мобильный обходчик находится именно в том месте, где ему нужно быть, да, и что он подошел именно к тому агрегату, которому необходимо. То есть должна быть какая-то инфраструктура. Конечно, он может это вводить вручное, но основная задача подобных систем в том, чтобы минимизировать ручной ввод, то есть чтобы делать это все автоматически. Так, ну, далее по поводу технологий, которые используются в решении у нас на авиамо-мобайл-оперейт-раунд, ну, первое, это интеллектуальные документы обороты, то есть не просто регистрируются какие-то журналы, да, бесконечные, которые там хоронятся, да, а есть определенная привязка к выполнению процедур. Выполнение процедур привязано к определенному расписанию, которое сформируется. Соответственно, далее есть учеты по выполнению этих процедур и вся эта информация, она сопровождает определенный бизнес-процесс, который изначально был разработан и внедрён. Далее осуществляется интеграция с R-Sheet, например, как универсальный протокол формата тегов, да, для того, чтобы определить, с каким конкретным агрегатом, объектом в данный момент взаимодействует, ну, работает специалист в мобильной обходе. Далее, система позволяет передавать данные через Wi-Fi, в том числе с возможностью буферизации на стороне мобильного устройства. Это как раз то, о чём я говорила, что если какие-то участки на предприятии, на объекте не покрываются промышленным Wi-Fi, не доступны, либо там нет сигнала какого-то, да, данные невозможно передать. Эти данные всё равно будут собраны, будут находиться на мобильном устройстве, и как только оператор вернётся в зону действия сети, данные автоматически подгрузятся на сервер, будут доступны для анализа и формирования отчётов там и так далее. Далее, всё решение построено на технологии .NET и применение мобильных терминалов, то есть, во-первых, это безопасность, во-вторых, это полное соответствие требованиям на предприятиях к технологиям, которые должны быть использованы. Далее, это подключение периферийных устройств различных, то есть мы поддерживаем абсолютно все форматы взаимодействия и интеграции, то есть система позволяет использовать практически любое оборудование мобильное. Следующая технология – это интеграция с различными базами данных и приложениями. Здесь имеется в виду интеграция с различными промышленными хисториями. Зачастую на предприятии требуется передавать данные мобильных замеров в том числе и в хисторию, но там их накапливают для того, чтобы можно было отследить различные явления, различные процессы, происходящие с мобильным оборудованием. Ну, это тоже возможно сделать. Дополнительно к решению Aviva Mobile Appearance могут поставляться специальные интерфейсные модули, которые позволяют автоматически передавать данные практически в любой хисторин. То есть это не обязательно мобильных хисторин, это может быть и САП, это может быть и система Меридиум, оси SoftPie, Hannibal, IP21. То есть любые промышленные базы данных, накопления исторических данных. Далее в системе реализован подход на основе шаблона, для того, чтобы можно было быстро тиражировать, быстро создавать какие-то процедуры для типового оборудования, для типовых объектов и максимально покрыть. Основные экономические и практические эффекты применения таких технологий, таких программных продуктов именно в тиражировании. То есть здесь интересно выработать на одном каком-то объекте лучшую практику, скажем так, отработать ее до мелочей и далее уже тиражировать, применять на другие объекты для того, чтобы быстро так максимизировать эффект. Так, ну по поводу истории успеха, несколько слайдов вот хотела бы показать. Ну, как правило, широко используется такого рода система на предприятиях нестегазовой отрасли, в которых очень большие объекты, очень много технологического оборудования и нет возможности обвязать все на свете, куда-то даже сводить. Даже если в лицо обвязано, то есть нет столько глаз, чтобы отслеживали, что же там происходит. Поэтому абсолютно всегда на этих объектах есть группа мобильных обходчиков, которые осуществляют контроль состояния различного оборудования, данные из которого, ну, во-первых, не считываются в автоматическом режиме и не поступают автоматически на какой-то диспетчерский пункт. Вот, ну, например, Шиброн-компания, они одни из таких адептов применения технологии мобильных обходчиков цифрового сопровождения, они используют эту систему очень давно и фактически на любых объектах, вы если придете, вы увидите, что любой специалист, который работает, так скажем, в полях, он не просто ходит там в каске, да, что-то смотрит, но у него всегда в кармане куртки мобильное устройство, в котором он записывает все данные, либо смотрит, отмечает галочками выполненные действия внутри процедуры, то есть абсолютно везде. Ну, и результаты, которые они достигли, то есть у них порядка 3-5 миллионов долларов экономии на техническом обслуживании в год. То есть здесь они как раз, основной экономический эффект, он возникает за счет того, что мобильным обходчикам на основе регулярных обходов, да, то есть оптимизированных вот их задач, вот этих, удается выявлять какие-то проблемы, какие-то сложности, которые, скажем так, предотвращение которых и устранение которых дает очень хороший экономический эффект с точки зрения эксплуатации технологического оборудования. Далее, это компания Валеру Энерджи, это тоже нефтегаз, тоже, ну, как правило, большие НПЗ, большая территория, очень много различных объектов, существует группа мобильных обходчиков, работу которых нужно оптимизировать и повысить исполняемость, скажем так. Ну, вот здесь вы можете увидеть, что такие основные эффекты, которые они отмечают, это в три раза улучшилась работа вот команды мобильных обходчиков, за счет чего она улучшилась в три раза. Во-первых, у них практически 100%, ну, 99,5% в выполнении заданий мобильного персонала. То есть это связано с тем, что формируется задача грамотно, да, ставится таким образом, чтобы люди могли их выполнить. То есть не просто накидывается задание там на день обход того-то, замер того-то, но учитывается как бы время выполнения, да, то есть возможность там сколько дойти и возникновение каких-то сложностей необходимых, да, то есть людям ставятся выполнимые задачи, соответственно, люди стараются их выполнить, но они уже не могут не выполнить, то есть 0,5% это очень возможно непредвиденная ситуация возникла, почему это не 100% да, выполнение заданий. Далее, то есть вся работа, которая осуществляется мобильным персоналом автоматически документируется в устройстве, доступна на сервере и доступна для анализа. Вот. Ну, кроме того, система позволяет еще раз выявлять какие-то неполадки, проблемы, которые могут приводить к существенным простоям и большим затратам на ремонты. Вот. Ну, Валерол Энерджи тоже как бы эффект такой синергетический, да, от применимой технологии, он получен как раз от того, что подобная система была отработана и растиражирована на большом количестве объектов. Вот. Конкретно для Валерол Энерджи это 12 МПЗ. То есть они отработали на одном объекте, потом эти практики, эти процедуры, которые уже стали стандартами золотыми, растиражировали на другие объекты. Ну и, соответственно, у них сформировался такой стандарт, да, технологический, рабочий, каким образом они организуют работу вот своего подразделения мобильных обходчиков и как они их оценивают, их работу. Ну, следующее, это опять нефтегазовое предприятие, это, как бы, заказчик тоже известный, это ExxonMobil, у которых тоже это решение является, как бы, лучшей практикой на корпоративном уровне. Опять же, если вы приходите на любой объект ExxonMobil, вы там увидите, что любой мобильный персонал, который непосредственно находится на своем рабочем месте, у него в кармане мобильное устройство, мобильное устройство системы, которое ему подсказывает, которое регламентирует то, что он должен делать. Ну, соответственно, это позволяет им использовать для различных задач и, как бы, и контроль и соблюдение правилной техники безопасности, то есть человек находится именно в той зоне, в которой он должен находиться. Далее, это операционный контроль, выполнение различных задач, да, которые ему предписано выполнить. Дальше, это формирование заказа на ряды на проведение работ, если возникла какая-то неполадка, либо произошел какой-то там авария, да, человек на месте может сразу посмотреть, сделать фотографию, создать заявку на проведение каких-то мероприятий, и эта заявка уйдет в систему ТАИР. Далее, управление безопасностью технологического процесса и различные экологические замеры, да, то есть загазомности, там, может быть, влажность, температура, там, ну, в зависимости от того, как это предписывается. Вот, но результаты, они также достигнуты за счет развертывания системы на несколько объектов, ну, в данном случае на нескольких НПЗ, и здесь вот как раз на этом слайде представлены результаты, да, по работе. Ну, например, на азиатском НПЗ у них на 88% сократилось количество отказов насосного оборудования, то есть и по оценке этого предприятия экономия составила полмиллиона долларов. Вот, то есть здесь вот речь как раз идет о том, что выбирается определенный тип оборудования, как вот я, например, ранее показывала, это могут быть турбокомпрессорные установки, либо это может быть насосное оборудование, которое необходимо проверять на регулярной основе, то есть либо это могут быть какие-то другие агрегаты, насосные станции и так далее. То есть это в зависимости от предприятия, от заказчика, который хочет автоматизировать и повысить эффективность работы какого-либо оборудования, какого-либо своего бизнес-процесса.